В Башкортостане на 4% увеличилось число представителей малого и среднего бизнеса. На начало этого года их насчитывается порядка 127 тысяч. Это на 5 тысяч больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Госкомитет региона по предпринимательству. При этом малых предприятий за год, наоборот, стало меньше на 4% или на 172 организации. В регионе увеличилась численность занятых в малом и среднем бизнесе работников с 410 до 460. Эксперты связывают рост прежде всего с увеличением зарегистрированных самозанятых и выхода из тени тех, кто работал вне закона. Напомню, в прошлом году оформили самозанятость 77 тысяч жителей региона, что в три раза больше, чем в 2020 году. Намечен тренд на то, чтобы малый бизнес уходил в микробизнес. Таким образом, здесь идет, можно сказать, оптимизация. Есть еще также тренд. Люди, которые раньше занимались предоставлением услуг, становятся самозанятыми. Но некоторые самозанятые, собственно, по вере своей силы, становятся уже на путь предпринимательства, оформляют и таким образом переходят в категорию микробизнеса. Отмечу, что по количеству социальных предпринимателей Башкортостан в прошлом году занял второе место среди регионов России. 340 из них внесены в соответствующий реестр. И в продолжение темы. В 10 раз увеличились поступления в бюджет Башкортостана по налогу на профессиональный доход. По итогам прошлого года они составили 168 миллионов рублей. Данные опубликованы Министерством финансов региона. Суммарный доход самозанятых составил свыше 10,5 миллиардов рублей. Ими выдано 17 миллионов чеков. Средний размер их составил 620 рублей. Эксперт отмечает, что рост поступлений в бюджет от деятельности самозанятых напрямую связан с увеличением их количества, а также с введением специального налогового режима. Напомню, по всей стране он начал действовать в 2020 году. Быстрый рост самозанятых это в общем в каком-то роде бегство от безработицы и одновременно работает на ее снижение. И, между прочим, данные ростата показывают, что, если верить, конечно, что уровень безработицы в Башкирии снижается по сравнению с ковидным пиком быстрее, чем в среднем по стране. Как было отмечено выше, на сегодняшний день в регионе работают более 77 тысяч самозанятых. В прошлом году их число увеличилось на 48 тысяч человек или более чем в два раза. Они могут претендовать на льготные кредиты, микрозаймы, муниципальные субсидии, а также получить право на льготную аренду госсобственности. Страховщики выплатили аграриям Башкортостана почти 78 миллионов рублей за погибший в прошлом году урожай. Об этом заявил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов. В республике в 2021 году было застраховано 4% всех посевных площадей. В 18 страховым случаям выплачены деньги. Подсчет компенсации еще продолжается. По словам экспертов, страховая защита на случай объявления режима ЧАЭС особенно актуальна для Башкортостана. В прошлом году в результате засухи в республике погибло почти половина урожая зерновых. Валовый намолот зерна составил более 8 тысяч тонн, что почти в половину меньше показателя 2020 года. При этом вероятность засухи в этом году также высока. В связи с этим разработана новая программа страхования АЧС, которая будет в 7 раз дешевле действующих полисов, но не покрывающая недополученную прибыль от урожая. Сейчас обсуждается проект постановления правительства Российской Федерации, который фиксирует следующее. Те аграрии, которые занимаются как раз выращиванием зерновых производством, производством, реализацией, которые не были застрахованы в 2022 году, в 2023 субсидии из бюджета уже получат вдвое меньше. В Башкортостане застрахованные с господдержкой сельхозплощади с 2019 года увеличились более чем в два раза. В прошлом году аграрии республики приобрели страховые полисы для защиты посевов на площади 130 тысяч гектаров. В 2019 году этот показатель составлял 63 тысячи гектаров. В Башкортостан в ближайшие три года получат 100 миллионов рублей на строительство спортивных залов и площадок. Соответствующее распоряжение подписал премьер страны Михаил Мишустин. Всего между регионами распределят 9 миллиардов. Средства позволят построить порядка 80 модульных спортзалов и почти 200 умных площадок по стране. Они будут представлять собой современные, хорошо оборудованные места для занятий спортом с доступом к интернету, чтобы каждый посетитель мог выстроить индивидуальную тренировку. Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Бизнес-спринт», который входит в госпрограмму развития физической культуры и спорта. Он разработан по одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития России до 2030 года. Проект предусматривает создание в ближайшие 8 лет необходимой спортивной инфраструктуры в шаговой доступности в городах и селах. На эти цели в этом и следующем году Башкортостан получит по 20 миллионов рублей и 60 миллионов рублей в 2024 году. И в завершении выпуска информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар подешевел на рубль 12 копеек, евро на рубль 82 копейки. Их курс 77 рублей 81 копейка и 86,64 соответственно. И лучшие обменные курсы – покупка доллара в Уральском банке реконструкции и развития за 77,40 рублей, продажа в БКС банке за 77,73. Наиболее выгодный курс покупки евро в Промтрансбанке за 86,5 рублей, продажа в БКС банке за 86,76. Это все новости к этому часу. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на РБК. Продолжение следует...